Недавно наш любимый священник Андрей Ткачев высказал очередную порцию мракобесия на тему аборт по медицинским показаниям. И мы его благодарим за информационный повод для нашего очередного исследования в рамках нашего проекта «Абортажная атака», в котором мы исследуем пропаганду запрета абортов и куда мы приглашаем вас высказаться на эту тему. Как вы можете прокомментировать аборт по медицинским показаниям? Врачи нашли много различных отклонений, ребенок инвалид не входит в планы, как бы страшно это ни звучало. Ольга пишет. Термин мракобесия или абскурантизм не является оскорбителем. Он означает всего лишь агрессивное неприятие науки образования. Судя по формулировке вопроса, человек не понимает, что такое медицинские показания. Он ошибочно думает, что медицинские показания – это что-то вроде мистики, обращения к языческому ораку или к православному духовнику, в результате которого будет открыта божественная воля. Мистика очень удобна, так как освобождает от ответственности за свои поступки. Типа, что если что-то не так, то невиноватая я за меня другие решили. НЕВИНОВАТАЯЯЯЯЯ! А мне пофиг. А медицинские показания – это результаты анализов и наблюдений, на основании которых строятся прогнозы. И в медицинских показаниях нет однозначности. Есть только вероятности различных вариантов развития болезни, в зависимости от различных медицинских вмешательств или невмешательств. И ответственность за результат лечения лежит одновременно и на враче, и на пациенте. Иногда пациент лучше врача знает свою болезнь, потому что он долго с ней живет. Аборт. Строго говоря, у любой беременности есть медицинские показания к аборту, потому что аборт исключает все возможные осложнения при беременности и родах. Встречал, слышал, видел, беседовал с многими женщинами, которые были в подобной ситуации. Когда человек делает выводы на основании того, что видел, или по наблюдениям за своими знакомыми, это называется ошибка выборки. Делать правильные выводы можно только на основании медицинской статистики, где большой массив данных, полученных с соблюдением критериев научности. А как мы сейчас говорим, дети со специальными нуждами. Есть ли возможность у матери обеспечить эти специальные нужды? А они могут потребовать очень много времени и денег, которые сами с собой не возникнут. А Бог их может взять и не дать. Даже по очень сильной и искренней молитве. Это подтверждается наблюдением за религиозными людьми. И родили ребеночка с каким-то видимым большим-меньшим повреждением. Вот они и будут вам судьи, эти женщины. А почему только женщины будут судьи? А как же сам ребенок, которого с особыми потребностями родили, а эти потребности не обеспечили? А как же родственники и соседи, которые могут пострадать из-за особенностей этого особенного ребенка? А еще батюшка не учитывает тот факт, что ребенок с особенностями, как ни странно, будет расти. Но из-за своих особенностей самостоятельным он не станет. Деньги зарабатывать не начнет. За пожилой мамочкой ухаживать не будет. А мамочка со временем будет только стареть и болеть. Не я. Я не рожал. А не надо рожать, чтобы исследовать темы, связанные с родами. Так же, как не надо самому перебегать железную дорогу перед приближающимся поездом, чтобы объяснить другим, чем это опасно. Причем имели еще до этого детей, и после этого этот ребенок, это солнышко, как они обычно так называют, является центром притяжения всех. Чтобы этот ребенок стал солнышком, в него вложено огромное количество сил и средств. Иначе это будет не солнышко, а проклятие для всех, кто рядом с ним живет. Батюшка, наверное, сходил в центр социальной реабилитации инвалидов, увидел, как там все хорошо и гармонично, но он не понимает, что это очень-очень маленькая доля из всех детей с особенностями. Большинство таковых просто не выходят из своих загаженных квартир. И они не солнышко, а они проклятие для всего подъезда. И кто виноват? Ребенок, что он таким родился? Мамочка, что не сделала аборт? Или священник, который отговорил от аборта? Пишите в комментариях. Убивают детей с такими нацистскими формулировками. А формулировки не нацистские, а медицинские. Нацисты убивают людей по национальному признаку. И взрослых, и детей неправильной с их точки зрения национальности. И это очень плохо. Врачи тоже убивают людей, когда выбирают из нескольких пациентов, кого лечить. Они этим убивают других, которым отказывают в лечении. Ребенок-инвалид не входит в планы, как бы страшно то ни звучало, да. Если ребенок-инвалид не входит в планы, то планы иногда можно изменить. Но бывает, что нет возможности лечить и реабилитировать ребенка-инвалида. Что тогда? А тогда планы менять некуда. Ну просто Господь молча скажет. А откуда уверенность, что Господь так скажет? Вдруг он не подался на пропаганду борцов с абортами? Он же Бог и свободен, как Бог. Абсолютно в идентичной ситуации, абсолютно неразличимо идентичной. И он поступил иначе. Когда говорят про абсолютно идентичную ситуацию, то часто не учитывают маленькие, но важные параметры про саму эту женщину. Заурядная продавщица с рынка осталась одна с больным ребенком. И успешный адвокат осталась одна с больным ребенком. Это очень сильно не одно и то же. Счастлив. И он был благословен. И у него все получилось. Это называется систематическая ошибка выжившего. То есть мы видим историю успеха успешных людей. Но тех, кто не добился успеха, мы не видим. А их многократно больше. Это известно задолго до возникновения христианства, когда два грека спорили, помогают ли Боги терпящим кораблекрушения. Один говорит, помогают. Смотрите, сколько рассказов о тех, кому Боги помогли. А другой говорит, о тем, кому Боги не помогли, ничего не рассказали об этом. Потому что они утонули. И сделали выбор в пользу жизни. Любой выбор это ответственность. И надо выбирать жизнь. Свою жизнь. То, что помогает лично вам жить и повышает качество жизни лично вашей. Однако отвечать за свои поступки люди не любят и ищут, кого бы спросить. И тогда можно свалить всю ответственность на того, кто дал совет. Поэтому лично мы посоветовали бы женщине, которая обратилась к Андрею Ткачеву, исследовать эти самые медицинские показания. И самой делать выводы. Человек должен знать и понимать, что происходит с его телом. Потому что и врачам, и священникам глубоко пофиг. А мне пофиг. И на вас, и на ваших детей им глубоко пофиг. А мне пофиг. И на то, как вы будете жить, им тоже пофиг. Мне пофиг. Они элементы системы. И отрабатывают каждый свой скрипт. Действуют по своей должностной инструкции. Им пофиг. А мне пофиг. Как бы вы не поступили, оказавшись в ситуации с медицинскими показаниями к аборту, жить-то вам и всем на вас пофиг. А мне пофиг. И желательно, чтобы вам на себя и на свою жизнь было не пофиг. А нам пофиг. Мы просто записали реакцию на выступление священника Андрея Ткачева.